Министерство образования увеличит набор абитуриентов вузы и колледжи в 2024. В настоящий момент прорабатываются вопросы открытия новых специальностей в стране. Минимум два современных и востребованных направления появятся в некоторых колледжах. Почта России запустила услугу срочных денежных переводов в Беларусь. Перечисленная сумма будет выдаваться в белорусских рублях по курсу Нацбанка в любом отделении почты, которое имеет доступ к интернету. Для выдачи необходимо будет назвать номер перевода. Услуга работает и в обратном направлении из Беларуси в Россию. В этом году отечественный авторынок вырос почти на 500%. В октябре белорусы купили 2360 новых машин. В лидерах марка Джоли продано 1600 экземпляров. С начала 2023 вырисовывается устойчивая тенденция роста продаж. Такими темпами к концу года показатели рынка могут достичь 25 тысяч авто. Антиалкогольная акция «День трезвости» проходит сегодня в Бобруйске. Инициатива направлена на пропаганду трезвого образа жизни, профилаксику пьянства и борьбу с ним. Продажа горячительных напитков будет ограничена в течение всего дня. 11 и 12 ноября в городе продолжится ярмарка «Золотая осень» на Максима Горького вдоль 41-го дома с 9 утра до 3 часов дня. В ассортименте богатый выбор сельхозпродукций, мясных и рыбных товаров, а также продукты пчеловодства. В наличии есть и саженцы плодовых деревьев и кустарников. Бобруйск!